А последние 8 лет следили ли вы за ситуацией и какие слышали новости о том, что происходит в республиках ДНР и ЛНР? Ну да, конечно. Но новости какие. Перевороты идут кругом. И непонятно, что дальше будет. И все переживаемые, дети и взрослые. Ну как бы тишина, но все равно бойня это была. И она, мне кажется, неизвестна, когда закончится. Что-то кому-то непонятно и вообще ужас какой-то. В любом случае, то, что сейчас происходит, это неправильно. Это не решение проблемы. Все время и с 2014 года слышала, и все время слышала, и слышу до сих пор. А предыдущая была начало этой войны, а теперь она заканчивается. Ну я скажу так, что я за эти ситуации не следил. Просто наблюдал за последними новостями. И знаю то, что война там длилась 8 лет. И сейчас, когда, так скажем, наши друзья устали от этого гнета всего, они попросили помощи у нас, у России. После этого наш президент дал добро, им помогли. Сейчас помогают дальше отстаивать свои свойства. Но я думаю, что да, это итог. Это более чем. Потому что если людям нужна помощь, нужно ее оказывать. Восемь лет все-таки война длилась. Ну не война, а именно бомбежка. Так скажем, люди ни в чем не были виноваты, страдали. Сейчас им помогают. Там была, получается, война. Ну, сложная, на самом деле, ситуация. Как я понимаю, получается, когда случился переворот на украинские события 2014 года, ДНР и ЛНР отсоединились. То есть, что не понравилось власти, которая избралась там. Ну, в целом, как бы, ситуация сложная. То есть, вопрос, как бы, почему наши власти молчали в 8 лет об этом. Это итог, да, который, я думаю, с помощью хорошей дипломатии можно было бы по-другому вопрос решить. Ну, и в целом, конечно, я думаю, для нас тоже это бесследно не останется, к сожалению. Что делать дальше? Наверное, договариваться пора. Ну, конечно, следят, так как я бывший военнослужащий, нахожусь на пенсии. Что сказать? Плохо там? Я думаю, что не только. Я бы, знаете бы, как бы сказал бы, собрать их всех, загнать в восьмиугольник Зеленского со всеми этими предводителями. И пускай они там бьются, вот как хотят. Кто выиграет, тот и прав. Эти две республики соединились к России. И так сейчас война. Естественно, новостей-то было огромное количество, на самом деле. Поначалу, когда вся заварушка началась, конечно, все очень пристально следили. Но с течением времени, конечно, внимание стало притупляться, потому что невозможно постоянно, ну, за этим наблюдать. С течением времени это стало все в каком-то таком фоновом режиме.